Доброго времени суток всем зрителям канала Девайс. В этом видосе речь пойдет о трех лучших связках процессора и видеокарты, общий бюджет на которые ограничен цифрой в 30 тысяч рублей. Мы отобрали варианты как актуального поколения, так и модели предыдущих линеек, которые подойдут для апгрейда на старых материнках. Очень надеюсь, что наш ролик окажется полезным для кого-то и поможет определиться с выбором. Напоминаю, что в описании есть ссылки на все железо и промокод на скидку. Поехали! Начну с сочетания относительно молодой парочки Intel Core i3-13100F и AMD Radeon RX 6500XT. Это весьма доступный вариант из двух бюджетных комплектующих, тем не менее для Full HD гейминга он вполне сгодится. 13100F – актуальный процессор 13-го поколения, сохранивший отличный баланс между ценой и производительностью. Под капотом у него 4 ядра и 8 потоков, камень построен на 10-нанометровом техпроцессе. Разделения ядерно-энергоэффективные и производительные нет, базовая тактовая частота составила 3400 МГц. А за счет турбобуста этот показатель вырастает до 4500 МГц. Как и в аналогичных моделях предыдущих поколений, здесь нет возможности разгона по множителю и отсутствует графическое ядро. TDP также не изменился и составил 58 Вт, что однозначно заносится в плюсы процессора. Разница в производительности между 12100F и 13100F получилась совсем небольшой. Новинка обходит предшественника примерно на 7-10% в зависимости от сценариев использования. Основная разница заключается лишь в частотах, которые у 13100F немного повысили. Поддержка памяти DDR5 до 4800 МГц и PCI-Express 5-го поколения здесь также на месте, что дает хороший задел на будущее. Да и игровой потенциал у процессора очень неплох. Упомянутая RX 6500 XT явно не его предел. При желании можно будет когда-то проапгрейдить карточку даже до уровня RTX 3060 Ti. А сейчас до того, как перейти к видеокарте, я хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Это очень поможет в продвижении и развитии нашего проекта на ютубе. Итак, пора рассказать об RX 6500 XT. Ее история схожа с RX 6400, которую не взлюбили со старта продаж, но постепенно начали сметать с полок магазинов. Все-таки, как оказалось, конкурентов в этом бюджете у видеокарт не так много. 6500 XT незначительно обходит младшую модель и может похвастаться более стабильными показателями в играх при Full HD разрешении. Но об этом чуть позже мы заготовили для вас результаты игровых тестов, которые будут показаны в конце видео. А пока что вернемся к карточке. На борту у нее 4 гига памяти GDDR6, 1024 потоковых процессора, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации. Есть даже RT-ядра и, соответственно, поддержка трассировки лучей. Но посмотреть на нее в деле получится в минимальном количестве игр. Как и вся современная линейка видеокарт от AMD 6500 XT поддерживает технологию FSR, а это дает неплохой буст в играх. В целом карточка немного не дотягивает до того уровня, когда абсолютно все ААА-проекты идут свыше консольного фреймрейта на ультрах. Так или иначе, качество картинки придется резать, но с учетом стоимости данной модели это было ожидаемо. А что вы думаете об этой связке? Поделитесь мыслями в комментариях. Intel Core i5-11400F и Nvidia GeForce GTX 1660 Ti звучит как связка из прошлого. Но даже в нынешних условиях она выглядит не хуже многих современных решений. Давайте разбираться, для кого это сочетание может быть актуальным. 11400F – суперпопулярный процессор прошлых поколений Intel, который считался чуть ли не лучшим решением в бюджетных и среднебюджетных сборках. Он без проблем раскрывает такие видеокарты, как RTX 3060 или RX 6600. Что интересно, 13100F обходит его в большинстве тестов и немного отстает лишь в многопоточных задачах. И это несмотря на то, что он четырехъядерный, а 11400F – шестиядерник с 12 потоками. Впрочем, это не делает данный проц хуже, у него есть ряд своих преимуществ. Пожалуй, лучшим его применением станет установка в слабые бюджетные системы на LGA 1200, требующие апгрейда. Проц не слишком требователен к питанию, множитель у него заблокирован, поэтому даже бюджетные материнки с ним справятся. Базовая частота здесь составила 2600 МГц, а в Turbo Boost эта цифра может доходить до 4400. Если поднимать вопрос о сборке с нуля, то я бы, наверное, больше смотрел в сторону актуальной платформы, которой на сегодня является LGA 1700. Все-таки поддержка DDR5 и PCI Express 5.0 на будущее будет точно не лишней. А теперь пару слов о видеокарте. GTX 1660 Ti, как и процессор с ней в связке, является далеко не новой моделью. Она довольно давно продается и сейчас считается бюджетным решением для Full HD. Характеристики карточки позволяют ей тянуть абсолютно любые современные игры на ультрах в Full HD. Само собой, заветные 60 кадров будут не везде, но как минимум на консольный фреймрейт и выше можно рассчитывать. Под капотом здесь 12-нанометровый графический процессор, 1536 CUDA-ядер и 96 текстурных блоков. Объем памяти 6 гигов, GDDR6 – самое то для Full HD. Что интересно, здесь нет RT-ядер, но если скачать официальный драйвер от Nvidia, то можно активировать программную трассировку лучей. Насколько она здесь необходима – вопрос спорный. Падение производительности будет мешать по полной насладиться эффектами рейтрейсинга, поэтому играть будет явно лучше без лучей. Если вас заинтересовало железо из подборки, то заглядывайте в описание, там есть ссылки на все процессоры и видеокарты. Ну и последний на сегодня вариант в топе – AMD Ryzen 5 3600 и Nvidia GeForce RTX 3050. Это самая интересная связка в плане производительности и актуальности, хотя многие могут возразить, что сейчас набирает обороты платформа AM5, но давайте обо всем по порядку. Ryzen 5 3600 – еще один ультрапопулярный камень, так называемый народный процессор, который в свое время рвал рейтинги продаж. Прошло несколько лет, а он все еще котируется на рынке не хуже своих современных конкурентов. Все дело в огромном запасе производительности, который был заложен в него на этапе проектирования, ведь здесь под капотом 6 ядер и 12 потоков. Свободный множитель, разгон базовой частоты с 3600 до 4200 МГц и невысокий TDP в 65 Вт. Платформа AM4 еще долгое время будет оставаться актуальной, можно рассчитывать минимум на 3-4 года. Да, у нее есть один очевидный минус – отсутствие поддержки DDR5, но даже с памятью стандарта DDR4 можно собрать достойную игровую систему, которая будет тянуть в Full HD любые игрушки, и Ryzen 5 3600 в этом поможет. Его уровень производительности примерно схож с ранее рассмотренным 11400F, но проц от Intel имеет небольшое преимущество, зато на стороне 3600-го меньшая стоимость, и он также раскроет без напряга карточки уровня RTX 3060 и ей подобные. Но сегодня с ним в паре будет другая модель от Nvidia RTX 3050. Эта карточка бюджетного сегмента, выпущенная как раз под недорогие сборки для Full HD разрешения. Она неплохо сбалансирована и не имеет откровенных слабых мест. Здесь установлен 8-нанометровый графический процессор и неплохая память GDDR6 объемом в 8 гигов с пропускной способностью 224 гигабита в секунду. TDP карточки 130 ватт – это еще один ее плюс. Для общего питания подобной системы хватит 450 или 500-ваттного блока. На борту RTX 3050, 2560 CUDA, 80 тензорных и 20 RT-ядер. Из этого вытекает поддержка трассировки лучей и DLSS. Она не сильно далеко ушла по производительности от той же GTX 1660 Ti, но вот наличие той самой DLSS дает ощутимый буст FPS в играх. Если отбросить эту технологию, то преимущество RTX 3050 составит порядка 10-15%. А с учетом их одинакового позиционирования и нахождения практически в одном ценовом сегменте, есть смысл сделать выбор в пользу именно этой модели. Кстати, хочу напомнить про наш Телеграм, там ежедневно публикуются новые обзоры и топы компьютерного железа и не только, ссылка есть в описании. Переходите и не забудьте подписаться на канал. А теперь обещанные игровые тесты, мы продемонстрируем вам результаты сразу в пяти играх в Full HD разрешении при ультра настройках графики. Для удобства все итоговые значения были занесены в таблицу, которая сейчас появится перед вами. Никаких неожиданностей не произошло, RTX 3050 оказался явным лидером, показав стабильный фреймрейт во всех проектах. Разве что требовательная Watch Dogs Legion заставила карточку попотеть. У 6500 XT с ней тоже возникли проблемы, как и с Assassin's Creed Valhalla. Для стабилизации FPS лучше активировать FSR или снижать настройки графики до средних. Ну а GTX 1660 Ti оказалась стабильным середнячком. В целом результаты нас удовлетворили, надеюсь вас тоже. Итак, пора закругляться. Ссылки на все железо будут в описании вместе с промокодом на скидку. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, жмите на колокольчик для получения уведомления о выходе новых роликов. Напишите в комментах, какая связка вам понравилась больше других, а я с вами ненадолго прощаюсь, всем пока!